Доброе утро, Полтава. Здравствуй, Украина. Доброе утро. Уже тяжело сказать. Добрый день, человек. Я, как всегда, в редакции КОЛА. С нами сегодня Ольга Правденко. Ну что, стартуем? Стартуем. 700 секунд. Поехали. Что хорошего у нас на этой неделе вы вспомнили? Ну, насправді, цей тиждень був, як на мене, не таким багатим на події, як попередні тижні. Якщо брати все-таки в масштабах, я думаю, можна розділити Україну і Полтавщину. Якщо Україна, то, звичайно, це Євробачення. Це подія номер один, якусь очікували і обговорювали. І про скандали говорили ми з нами, і про те, що це одне з найдорожчих Євробачень. Буквально вчора дивилась також, як і багато інших українців, Євробачення. Прямий ефір. І от в прямому ефірі перед Євробаченням ведуча сказала, що ми на третьому місці після Росії і Азербайджану по дороговартісності ось цього. По затратній часті. По затратній часті. Росія 50 мільйонів, Азербайджан 40 мільйонів і 30 мільйонів витратили на цей конкурс. Ну, ми нескромні. Так, нескромні. Ну, що я хочу сказати. Дуже багато вчора обговорювали і в фейсбуці, в тому числі активно онлайн писали паралельно з Євробаченням виступ полтавського гурту. Я все-таки хочу сказати, що наші хлопці молодці. Молодці. Мені сподобався їхній виступ, наприклад. Так, це було доволі драйвово на фоні інших спокійних, лиричних таких виступів, чуттявих. Можливо, десь щось за ними допрацювали, але головне те, що ми відбули це Євробачення і мені здається, що ми достойно відбули його, в тому числі на високому рівні. Ну, я не дивився, я поверю вам. Ну, я думаю, що Євробачення ще будуть обговорювати багато інших і на рівні України, а ми повернемося до полтавських подій. То, наприклад, такою, як на мене новиною номер один, про який ми писали, це і присвятилося першу сторінку цьому, це про події в одному з дитячих садків Полтави. Така резонансна ситуація. Я не буду розповідати про що тут. Я думаю, ті, хто хотіли, вже прочитали це на нашому сайті або газеті. Якщо ні, то ви можете купити нашу газету. Тут ось у нас такий розворот цілий, присвячений цьому, друга, третя сторінка, і почитати на нашому сайті «Колоньюз». У мене, знаєте, єдине, що спадало на думку, коли я читала цю статтю «Рдалуа», то це от, а як насправді ще багато такого, про що ми не знаємо, не здогадуємося, що ж там насправді діється і робиться в багатьох дитячих садках, навчальних закладах, що коїть з нашими дітьми. Я розумію, що ні в якому разі не можна всіх під одну дитину, як говорять російські, але я знаю, що різні бувають, абсолютно різні, і вчителі, і вихователі. Я можу навіть згадати приклад зі свого дитинства, свою першу вчительку, і мені зараз про це не соромно говорити. Я не буду називати її ім'я, і прізвище, якщо побачу, то побачу, можливо, згадає. Це була молода вчителька в нас, перша вчителька, нещодавно після випуску в університеті вона була. І от у нас був мій однокласник, один хлопчик, який дуже погано читав, перший клас. Оце він там ліпив буковку до буковки, і це її дуже виводило. Вона підходила до дитини, брала її ззаді за волосі, і головою то вклав в буквар книжку. Поки ти будеш мені пекати, вивірити, я в ті моменти тихо раділа, що я читала швидко, і мені подобалося читати. Насправді це стрес абсолютний, і такого не можна робити, тим більше педагоги. Або так само було і залякування дітей. Я пам'ятаю, знову ж таки, це початкова школа, як в третьому класі розповідали нам, що якщо ви не здатетеся підсумку атостації з математики, хто з математики, а хто з считання було з тих двох предметів, вас не переведу до п'ятого класу. Діти в лікарню потрапляли на нерви. Ну, якщо чесно, своєї учоби я не помню. Чесно говоря, оскребління і униження як такових, ну, тяжело вспомнить. У мене пам'яті не осталось. Може, тому що я старался щось хороше видіти. Ну, позитивних моментів також багато, звичайно, залишилося. Але от на фоні ось цього, згадалися ось ці негативні. Це був 93-й рік, перший клас. Оля, все-таки 9 мая на прошедшую неділю. 9 травня, так. Що розкажете о 9 мая? Як ви побачили? Ви ходили в Полтаві? Чесно, я не ходила на цей захід в Полтаві. Не ходила, поясню чому. Це було середа у газеті «Колоця випусковий день». Я випусковий редактор, тому я просто не могла піти на цей захід. Так, фізично. Наша журналістка її здала напередодні в Шумейкове урочище. Я не ходила. Я так зрозуміла, наскільки... Ну, в принципі, обійшлося досить нормально, без якихось там надзвичайних провокацій. Ну, звичайно, щось ці портрети. Я вам скажу чесно, давайте так, моє віддя��. Я був, я був, я був, я був, я був, що був. Я був. Ми був, я був, що був. Я був активіста, був, які був56 Украинскую мову, не могу, да, без украинского языка, все-таки слова ничем не заменить. Прискиплево оглядали ветерани. То есть я видел, как выходили из автобуса ветераны, и было ряд активистов, которые стояли и высматривали, они искали, искали президент. Может, у вас стричечка, да. Для меня это глупо. Если дедушка решил так, ну в чем проблема? Я видел очень много полицейских, я видел очень много полтовчан. Есть мнение, что полтовчан очень много выгнали на этом мероприятии. Честно вам скажу, я видел ветеранов АТО, которые пришли сами от своей души. Я видел очень много разных людей, разные слои населения. Я, честно говоря, ни одного не слышал, что его выгнали туда. Я думаю, точно только выгнали, это все-таки школьники, потому что это всегда так. Я вам скажу, это, ну, сказать, что их выгнали. Им было предложено, и я думаю, если бы школьник, взрослый... Я думаю, что это было предложено так, что дитина могла отмазать? Я более чем уверен. Дело в том, что, ну, судя по моей Лизе, если бы она сказала нет, ни директор школы, ни мэр города не смогли бы ее переубедить. Ну, возможно, сейчас, честные дети уже не такие, но я, возможно, так и помню, своих школьных игроков. Треба было идти на 9 утра, не всем приказалам порядки, все шли, это не подлегало обовороню. Но тогда и мэр другой был согласитесь, и тем не менее, все равно шли. Патриотизм должен воспитываться, а воспитание не всегда оно толерантно. Бывает, что есть элемент какой-то навязывания чего-то, насилия какого-то. Тем более, я был расстроен. Возрастной сенс был очень широкий спектр людей. А когда мы видим ходу с малоскипом, например, в городе, мы видим там большинство молодых людей в возрасте от 16 до 30, старших там вообще единиц. И ничего мы в этом плохого не видим, да? А вот здесь плохо. Вы думаете, можно порівнювати? Можно, конечно. С малоскип находясь в городе. Конечно, с малоскип это тоже несение какой-то информации. Вы думаете, что у нас, по-перше, загальнодержавный свят, загальнодержавный выход. Это в общей примете. В принципе, и по-друге, ну, мы знаем, абсолютно разное ставление у многих людей. И кто-то засудживает, кто-то скажет, что это не победа. Что это день памяти у нас 8 травня установлено. Так, 9 травня. Я знаю, что людей, очень много людей, особенно старшего поколения, это таки день победы. Как крути, как не крути. У нас в воспитале так. Вот так. Ну, нас так выховывали. Кто-то скажет, что это совок, голова, его нужно избавиться, его нужно выкидать. Кто-то згадает, снова таки, что вот, а почему никто из этих севачовых ветеранов не рассказывает про знущение, там, и про, в том числе, згвалтование, насильство над німецкими женщинами. Я училась на историческом факультете. И своего часа я писала науковые работы. У меня были связаны с остербайтерами и ввязанными концтаборами. И мне доводилось бывать в Німеччине не один раз, спілкуваться, в том числе, с німецкими историками, и быть на местах этих и таборей. Что я хотела сказать? Что так, это было, это никто не выкидывает. Конечно, не каждый, ну, и тот ветеран, который это делал, легко и спокойно про это расскажет. Кто-то так глубоко в душу, кто-то, возможно, забыл, что я, но еще я доведу свою думку до конца. И вот, в последние поездки в Німеччине и спілкувания с німецкими историками, прозвучала такая думка, что своего часа, вот, они також там, зберегаются память, спілкуются и с німцами, и с этими женщинами, которые подпалят насильство. И вот они говорят, если раньше говорилось, что это делали, это семья німцы говорят, переважно, радянские солдаты, то от зараз все больше и больше женщин говорят, что было много и союзников, таких союзницких армий, я имею в виду, американцы, французы, британцы, которые делали так же, которые так же гвалтовали женщин, как и радянские солдаты. Это однозначно не выправдание радянским солдатам, это, что я сейчас говорю. Это я не говорю, через то, что я выправдываю наших, я говорю, а вот иначе так же делали. Но это, опять же, еще один факт, что не можно все под одного ребенка. Были разные люди скрозь. Так же, я не думаю, что все абсолютно армийские солдаты, американские и французские гвалтовали. Я вам скажу прямо, рассуждать об этом очень проблемно по одной простой причине. Это война. И в ней очень много заложено плохого. Насилие, убийство, с женщинами то, что вы говорите, об этом уже всем известно. Но это война. Самое страшное другое, что это происходит сегодня в Украине. И мы должны сделать все, чтобы этого не было. Ну, как вот так или иначе, но осуждать проще. А жить и попасть под вот это все, это самое страшное. Ну, вот, кстати. И да, у вас есть еще что-то по 9 утра? Да, но я хотела, до речи, сказать, что мы присвятили этому не одну сторинку. У нас три сторинки, где будут про эти события. Третя, тринадцатая, шестнадцатая. Переважно это фоторепортажи, но вот я не третий, с фоторепортажами на шестнадцатый. Мы написали про марш-парад, но все-таки это присвячено было також 9 травня. Но кроме этого, кроме меня перемоги, вы можете почитать, такой интересный у нас розворот вийшел, кольоровый, мы назвали «Колоквиті и колокони». Мы побывали на Дібрювском кинном заводе на святе еще минулого тижня, но привезли наши журналісти очень много звути репортажей. Вот, например, про кумис, это Лючина Пиевского, Билячого молока, выгодная на Полтавщине. Это материал Ольги Матвієнко. Я прочитала ее с великим задоволением и уже замовила свои колезии, в которой живут батьки, чтобы она мне привезла кумис, потому что, на самом деле, я ж одного раза ее не пробовала. Я не хочу идти покупать в магазине, где-то. Вот хочется именно из этой кинной фермы купить с этой кумис. С 700 секунд до 5. Кинца я не знаю. Да, мы как всегда не успеваем. Но я остальное скажу, что у нас также очень интересный материал, такой бизнес-материал про трояндовый рай, как я говорю. Это также в Мирорецком районе, вот семья выросла в ней теплицей трояндой, и выросла и квиты. Молодцы. Вы также можете это почитать и на нашем сайте, и в нашей газете. Давайте еще немножко, одну секунду. Безвиз. Я приветствую всех с этим. Я знаю, для большинства... Чем вам это поможет в жизни? Чем мне это поможет в жизни? Я, например, думаю, что я была в Европе, в том числе в ЕС, и в других не было краях, кроме ЕС. Я думаю, что я еще там побываю. Вам проще думаете, будет? Так, я думаю, что мне будет проще, таким образом, добраться. Хотя, знаете, уже проще думаю, что мой паспорт закордонный годный до 2021 года, и вот я уже зараз думаю, что мне делать. Его менять надо. Чем мне менять его? Ну, новое делать. Это биометрический. Да, можно и с старым, но тогда надо старым, так же, он действительно. Но нужно визу делать, если сейчас... Если старый паспорт, я, честно говоря, еще не выясню. Да, нужно делать визу. Так, это правда. Если у тебя есть паспорт, он удобный и все, но ты должен делать визу. Если хочешь без визы, то необходимо делать биометричный. И это условия, как выявилось на наших посадков, это условия захода. Я, попри всей дискуссии, я витаю с этим украинцем, потому что у нас сейчас очень много все-таки людей, уже открыло для себя Европу, много людей ездит в Украину. 77% украинцев никогда не выезжали за пределы Украины. А где у вас такая статистика? Я гуглил, мониторил, от 70 до 77, но все-таки большинство источников утверждает 77. Запечайно насправде. А как вы думаете, А вот 33%... Из 33% там тоже достаточно процентов. Частина поречено и репет. Во-первых. Во-вторых, ездили в командировку либо служили, как я в армии. То есть это тоже. Как вы думаете, больше поедет людей все-таки за границу? Поможет это людям? Я не думаю, что это от 100% на много все-таки сбільшится. Но я думаю, что это легче ситуацию тем, кто довольно часто або час от часа раз в ряки или раз в полтора года ездит в Украину и ЕС по работе или просто отпустит. Ну, следствие общего обнищения не так много таких людей. Не так много. Я же говорю, я не говорю, что это... К сожалению. Давайте сделаем так. Безвиз он есть. Это, по моему мнению, это маленький инструмент для тех людей, которым он нужен. То есть есть люди, которые по работе ездят либо отдыхать. Им оно поможет. Но это не повод устраивать феерическое шоу. Ничего тут военного нету. Переложили. Один был паспорт, стал другой паспорт. Но, тем не менее, я знаю одного человека, у которого долгосрочная виза во Францию и для него уже будут определенные проблемы. Но все-таки, я думаю, что это маленький плюс. Это просто плюс. Не больше, не меньше. Но это не то, что там... Но это позитивный момент. Все-таки. Это моя думка, что это позитивный момент и это плюс. Хай на великой колькости людей, но частинно людей... Вот такие 700 секунд. Всем удачной недели. Всем пока-пока. Ждем следующего репортажа. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok